В Москве состоялось заседание попечительского совета Новгородского музея-заповедника. Возглавляет его министр экономического развития России Максим Орешкин. Участникам совета представили проекты, которым нужна поддержка партнеров. В первую очередь участников совета познакомили с проектами, уже нашедшими своих попечителей. Среди них выставки, организованные совместно с другими музеями, реставрация икон из местных собраний, ремонт системы вентиляции в мастерской и реставрации темперной живописи в Никистском корпусе Кремля. Недавно, благодаря попечительскому совету, уже удалось приобрести уникальную икону «Богоматерь Боголюбская Московская» с изображением московского Кремля. Кроме того, участников встречи познакомили с проектами развития музея, например, строительство фонда-хранилища на месте Троицкого раскопа в Великом Новгороде. Абсолютно готовое место для строительства. Хотелось бы, конечно, чтобы именно на этом месте, минус полтора метра вниз, с хорошими современными технологиями показа слоя и находок на 5800 квадратных метров. Учитывая современнейшие сегодня возможности, появился такой многофункциональный музейный центр. Председатель Совета, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отметил важность этого проекта и пообещал содействие со стороны министерства. Также Наталья Григорьева представила просветительский проект «Музейный десант», приуроченный к 75-летию Победы. В рамках сотрудничества с федеральными компаниями планируется продвижение деятельности музея на платформах Яндекса и площадках РЖД. Новые просветительские проекты должны появиться совместно с Русским географическим обществом. Напомним, что попечительский совет Новгородского музея-заповедника был создан по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Его цель – расширение культурной, просветительской, образовательной, научной, реставрационной и общественной деятельности музея.